Исходная история Высокая-узкая рецессия, кранальное перемещение невозможно сделать, карман парадский, тоже ни один трансплантат здесь не выживет. Что делать с такими рецессиями? Если на наше счастье у нас есть прикрепленная дисна с любой аппроксимальной поверхности, латеральная, либо медиальная, либо дистальная, значит мы можем здесь применить метод латерального перемещения. Нам обязательно нужно иметь 6 мм, это минимальный объем, ширину. И по классике это должно быть 3 мм прикрепленной дисны, но в связи с тем, что мы сейчас свободно пересаживаем уже дисневые трансплантаты, нам не обязательно наличие этих 3 мм. Мы создадим с вами эту дисну прикрепленную с помощью свободного дисневого трансплантата, доэпитализированного. А если она здесь есть, значит нам не потребуется его забор, просто будет выбор методов с применением свободного дисневого трансплантата, то есть будет двухслойная методика, или она будет однослойной, если у вас есть 3 мм вот эти здесь прикрепленные дисны. Расчет математически очень простой. Вот этот термин, это ширина рецессии, она измеряется в самом широком месте рецессии. Вот здесь вы ее померили, ширина этой рецессии это и есть х, вы к нему прибавляете 6 мм необходимых. А что такое эти 6 мм в ширину, вот зачем они нам, куда мы их? Прекрасно, спасибо, замечательно. Действительно, 3 мм в одну сторону, 3 мм в другую и плюс еще вот эта ширина. И это длина нашего горизонтального разреза. Разрез начинается от основания сосочка. Идет горизонтально. Он должен идти таким образом, чтобы соседний зуб где-то отступается 1,5-2 мм. Почему? Это расстояние маргинальной дисны, это борозда просто, мы ее не травмируем у соседних зубов для того, чтобы там была полная быстрая эпитализация. И делается разрез 6 мм плюс ширина, какая-то там наша необходимая величина, например, там плюс 2. Значит, мы отмерили 8 мм, поставили здесь точку. Это полнослойный разрез до кости. Потом выполняется вертикальный разрез, как всегда, с широким основанием трапеции вверх. Традиционно всегда вот эта вся парадентология, это вот этот разрез с широким основанием вверх. Дальше вы берете и деэпитализируете края рецессии вот этой. То есть мы, по сути, иссякаем маргинальную часть ее, где бороздка такая идет, полностью на всей протяжении рецессии до основания сосочка. И дальше вы начинаете отслаивать полнослойный, вот здесь все очень просто, никаких тут не будет у вас переходов в сплитфул. Здесь просто полнослойный лоскут, доходите до мукогенгивальной границы и начинаете расщеплять и мобилизировать этот лоскут. Иногда бывает ситуация клиническая, когда вот этот вертикальный разрез, как бы продолжение рецессии, надо немножко продлить вверх. Просто даже для удобства и для эстетики. И шить вам легче просто будет, вас не будет там плюс такого бугорка потом. И эстетичнее это выглядит. Я чаще всего делаю вот отсюда еще один просто разрез, более вертикально туда. С этим препарированием здесь все понятно. Протокол обработки зуба такой же. Скеллер, ЭДТА, 2 минуты экспозиция. Промываем. Зона специфическая кюрета. Бор полировочный. Переместили. И фиксируем. Если у вас не было прикрепленной десны, мы здесь еще устанавливаем свободный десневой трансплантат. Это будет тогда двуслойная методика. Пока мы разбираем именно однослойный, самой как метод. Потому что трансплантаты мы уже с вами научились делать. Фиксируем с вами наш любимый двойной обвивной кисетный шов. Потом опять все по традиции, по протоколу, субпериостальный. И дальше ушивание вертикальных разрезов. И прижимающий, крестообразный. В данном случае его удобно делать горизонтальным широким. Если вы видите, что у вас высокое натяжение, то вы делаете еще один ограничивающий крестообразный шов в самой опекальной точке. Нюанс. Я не помню, я сказала вам или нет при корональном перемещении. Когда мы делаем вот этот ограничивающий шов, горизонтальный, крестообразный. Он должен быть шире вкол и выкол, чем граница ваших вертикальных разрезов. Вот смотрите, вот граница вертикальных разрезов. Апекальные самые точки, да? А он должен выходить, он должен быть вот здесь и вот здесь. Нет? А как так сделать? Просто шире, вы прошьетесь. Вы же делаете ограничивающий разрез. Ой, этот шов. Это шов, который будет препятствовать натяжению слизистонаткастичного лоскута и воздействию мышц, чтобы не испытывать. Вот здесь вкол-выкол, вот здесь вкол-выкол, и вот здесь вот он такой длинный-длинный, протяженный. Он просто должен за границей вертикальных разрезов уходить обязательно. Это, да, из двух разных моих рисунков. Ну, у меня просто есть две серии моих рисунков. То, как это будет выглядеть. По поводу того участка, который остается открытый. Да, на верхней челюсти, как правило, он ушивается, он не остается открытый. Там так вот ткани уходят, что получается, что он полностью перекрывается, он ушивается, там нету раны. А вот на нижней челюсти чаще всего там вот этот зазор небольшой, он остается. Я иногда его ушиваю просто, вот кладу губку и крестообразно ее прижимаю. Все. Он не испытывает, там никакого дискомфорта пациенты особенно не испытывают. То есть он как-то очень ведет себя хорошо. Как правило, он остается, вот этот дефект на нижней челюсти, когда вы применяете эту методику. А наверху он сглаживается за счет того, что у вас мобилизация там большая. И все-таки преддверия на верхней челюсти всегда больше. И там сама слизистая более такая растяжимая, чем внизу, скажем. Она более эластичная, я бы сказала. Вот, ну, это классика. То, как это должно выглядеть. Но во рту чаще всего нет. Внизу да, а наверху нет. Еще раз. Измерили ширину рецессии. Дизайн. Нет, хотела вернуться. Измерили, разрезали вертикально, здесь полнослойно отслоили, здесь продлили, освежили сами края, мобилизовали, расщепили, переместили, ушили. Если вам нужно, применяем свободный дисневой трансплантат, если у нас здесь не было 3 мм прикрепленной дисны латерально. Если она была, значит это однослойный метод. Продолжение следует...